Кусочек сыра – это не то, что вы ожидаете найти на капоте. Звучит, конечно, смешно, но он может означать, что вам угрожает опасность. Одна женщина подробно описала такую историю в интернете. Сначала она подумала, что ее разыграл соседский ребенок. Она решила позвать подругу, чтобы та помогла ей очистить машину. Но как только две дамы начали убирать расплавленный сыр, они заметили что-то странное через два парковочных места. Туда подъехал белый фургон. В нем находилось несколько мужчин, которые пристально наблюдали за подругами. Женщины решили закончить уборку, потому что вдвоем они чувствовали себя увереннее. Но им все равно было неприятно, что за ними наблюдают. Им потребовался почти час, чтобы соскоблить сыр, который расплавился под лучами солнца. Автор поста задалась вопросом, не было ли это попыткой ограбления. Ведь большинство людей будут настолько сосредоточены на уборке, что не смогут уследить за своими вещами. Или, что еще хуже, это может быть стратегия похищения, поскольку вы не сможете вовремя заметить подозрительных людей, подкрадывающихся к вам. Она закончила советом, если вы когда-нибудь увидите кусок сыра на своей машине, оставьте его как есть. Самое безопасное – оттереть его дома. Или отвезите машину на ближайшую автомойку. Там вам подскажут лучший способ удалить сыр, не испортив краску. На машине можно найти не только кусочек сыра. Мошенники придумывают множество уловок. Если вы заметите на лобовом стекле или под щеткой стеклоочистителя предмет одежды, не спешите его убирать. Его задача, опять же, отвлечь вас, пока автомобиль угоняют. Лучший вариант – уехать как можно быстрее и добраться до безопасного места, людного и хорошо освещенного. Там вы сможете спокойно убрать посторонние предметы. Некоторые люди даже находили деньги под дворниками. Вероятно, их поместили туда с тем же умыслом. Вот один метод, который поможет снизить риск угона. Когда паркуете автомобиль, оставляйте шины развернутыми к обочине. Потому что когда колеса вашего автомобиля расположены таким образом, воры с меньшей вероятностью смогут маневрировать. Для перемещения вашего автомобиля потребуется больше времени и сил. Воры, скорее всего, решат с ним не связываться. Другая женщина вспомнила, что однажды нашла салфетку под ручкой дверь своего автомобиля. Тогда она не придала этому значения. Она убрала ее и продолжила свой день. Однако через несколько часов она попала в больницу с жалобами на боль в руке и отдышку. Врачи выяснили, что она отравилась неизвестным веществом. Это, конечно, экстремальный случай, в отличие от мошенничества, которое можно встретить на каждом шагу, особенно в интернете. Например, вы можете стать жертвой фишинга, получив электронное письмо от человека, который кажется вам знакомым. Это может быть ваш бухгалтер, кто-то с работы или продавец, у которого вы часто делаете покупки. Но если вы внимательно посмотрите на адрес электронной почты, то заметите, что что-то не так. Злодей может выдать другое написание имени или даже одна замененная буква. В письмах у вас могут спрашивать частую информацию, такую как адреса и пароли, или просить провести оплату. Иногда вам могут предлагать купоны или подарочные карты. Если вы нажмете на поддельный сайт, злоумышленники получат доступ к вашему компьютеру. Это, пожалуй, самое распространенное интернет-мошенничество в наши дни. В 2019 году в США его жертвами стали почти 115 тысяч человек. Их потери оценивают в 58 миллионов долларов. Кроме того, существуют поддельные сайты для покупок. Всегда внимательно проверяйте адрес. Если в нем, например, О заменено на 0, вы попали не туда, и вас собираются обмануть. Вы можете купить что-то на таком сайте, но не получите ничего, или в лучшем случае получите подделку. Вы когда-нибудь слышали о взломе форм? Так бывает, когда взламывают интернет-магазин. Как только вы закончите добавлять товары в корзину, вас перенаправят на мошенническую страницу оплаты. После этого мошенник получит доступ к вашей платежной информации, такой как имя, адрес и данные кредитной карты. Будьте начеку и всегда перепроверяйте адрес страницы оплаты, прежде чем вводить конфиденциальную информацию. Аферы под видом техподдержки еще более изобретательны. Вам могут позвонить и сказать, что ваш компьютер заражен опасным вирусом, который грозит повредить устройство и уничтожит всю хранящуюся на нем информацию. Затем мошенник попросит вас загрузить приложение, которое даст ему доступ к вашему компьютеру. Даже если он находится на другом конце света, он загрузит на компьютер настоящий вирус, чтобы подтвердить свои слова и заставить вас думать, что с компьютером действительно что-то не так. Следующий и последний шаг. Просьба заплатить за лечение. Если вы подозреваете, что ваше устройство взломали, всегда обращайтесь в надежную службу технической поддержки или в магазин электроники. И помните, что такие компании не обзванивают людей случайным образом. В следующем примере мошенники играют на эмоциях людей и в основном нацеливаются на старшее поколение. Вот почему его также называют «схемой для бабушек и дедушек». Пожилому человеку звонит расстроенный человек и представляется его внуком или другим близким родственником. Затем мошенник начинает просить деньги на различные нужды. Например, на освобождение из тюрьмы, возвращение в страну или оплату больничного счета. Такие аферы сейчас на подъеме. В 2017 году потери от них в США составили 26 миллионов долларов, а в 2018 уже 41 миллион долларов. Если окажетесь в подобной ситуации, постарайтесь не действовать сразу. Попросите у звонящего какую-нибудь информацию, которая поможет вам проверить его личность. Кроме того, прежде чем отправлять деньги, стоит проконсультироваться с другими членами семьи. Афера с Google Voice проста и очень эффективна. Для мошенников, конечно же. Вот как это работает. Допустим, вы разместили свой номер телефона на каком-то сайте. Возможно, вы хотите что-то продать или предлагаете услуги. Мошенники засекают эту информацию и быстро звонят вам, якобы проверяя, не мошенник ли вы, реверсивная психология в действии. Вас просят передать проверочный код Google. В действительности, на ваше имя создается учетная запись Google Voice. После этого мошенники смогут выдавать себя за вас, используя этот аккаунт. Правило номер один. Никогда и никому не сообщайте проверочные коды. Онлайн-резюме тоже представляют опасность, так как в них много личной информации. Мошенники могут связаться с вами, выдавая себя за рекрутеров. Некоторые даже организуют собеседование. Большинство из них делают вид, что предлагают высокооплачиваемые должности, которые, конечно же, вас заинтересуют. Но вот в чем загвоздка. Прежде чем нанять вас на работу, с вас потребуют деньги за оформление или даже за обустройство вашего будущего домашнего офиса. Чтобы избежать проблем, создайте адрес электронной почты, который вы будете использовать только для поиска работы. Так вы сможете не публиковать свою личную электронную почту и обезопасить себя от мошенничества в интернете. Всегда просите рекрутеров подтвердить информацию, которую вы услышали по телефону, по электронной почте. Если они выступают от имени известной компании, можете обратиться в ее отдел кадров и спросить, соответствует ли то, что вас просят сделать, ее политики. Наклейки на вашем автомобиле выдают гораздо больше информации, чем вы думаете. Например, наклейка с вашей собакой может показать грабителям, что вы любите активный отдых и проводите много времени вне дома и машины, оставляя их незащищенными. Или что у вас достаточно средств, чтобы купить собаку дорогой породы. Тот факт, что на наклейке изображен ребенок, может означать «Меня легко отвлечь, и у меня всегда заняты руки, мою машину очень просто угнать». Наклейки, которые вы привозите из отпуска, намекают, что вы можете отсутствовать по несколько месяцев подряд или что вы любите путешествовать на большие расстояния. Не сообщайте случайным людям, чем вы любите заниматься и где проводите время. Наклейки на авто легко могут выдать лишнюю информацию, например, название вуза, в котором вы учитесь, или место, где вы любите играть в гольф. То же касается наклейки с вашей профессией. Воры могут предположить, сколько вы зарабатываете и сколько денег и ценностей они найдут в вашей машине. Парковочные наклейки покажут, где вы живете или работаете, а это то, чем точно не стоит делиться с незнакомцами. Чем больше персонализирован ваш автомобиль, тем легче вас запомнить. Это не всегда плохо, но если вы обидите кого-нибудь в пробке, этот человек с большей вероятностью пожалуется властям, заметив нестандартный номерной знак, причудливый цвет машины или много наклеек. Если вы не собираетесь вечно ездить на одном и том же автомобиле, подумайте, как он будет выглядеть при продаже. Большое количество наклеек может отпугнуть покупателя, не говоря уже о том, что удалять эти наклейки очень хлопотно, поскольку они оставляют после себя липкие следы и могут повредить покрытие автомобиля. Однако есть наклейка, которая сыграет вам на руку и отпугнет воров, та, что сообщает об установленной сигнализации или системе слежения. Никогда не оставляйте в машине электронику, она может привлечь внимание злоумышленников. Не говоря уже о том, что просто экстремальная температура в салоне запросто испортит телефон или зарядное устройство. Вы пользуетесь солнцезащитным средством каждый день? Похвально! Только не забывайте флакон в машине. Если средство постоит на солнце и перегреется, активность химических веществ в нем снизится. Специалисты рекомендуют хранить солнцезащитный крем при температуре ниже 25 градусов Цельсия. Держите водительские очки вдали от прямых солнечных лучей. Обязательно убирайте их в бардачок или берите с собой, выходя из автомобиля. Солнечные лучи могут повредить линзы и оправу и в итоге очки станут бесполезны. Если вы когда-нибудь покупали лак для волос, аэрозольную краску или дезодорант, вы, вероятно, замечали на баллончиках рекомендации по температуре хранения. Вот почему аэрозоли нельзя оставлять в машине при экстремальных температурах. Баллончики могут быстро расшириться и взорваться, не говоря о том, что их содержимое легко воспламеняется. Старайтесь не забывать в салоне пластиковую бутылку с водой. Если она постоит на жаре, в воду выделятся вредные соединения, используемые при производстве пластмасс. В этом нет ничего хорошего. Именно поэтому на бутилированной воде указывают срок годности. Сама по себе вода не портится, а вот пластиковая бутылка начинает выделять химические вещества даже при комнатной температуре. Более того, бутылка с водой, оставленная на сидении автомобиля под прямыми солнечными лучами, может сыграть роль увеличительного стекла и привести к пожару. Если хотите быть уверены, что продукты питания безопасны для употребления, не оставляйте их при неподходящей температуре. Скоропортящиеся продукты могут выдержать два часа при температуре выше 4 градусов Цельсия и всего час, если температура выше 30. Постарайтесь покупать мясные и молочные продукты в последнюю очередь. Так, они проведут меньше времени сначала в тележке, а потом в автомобиле без холодильника. Не оставляйте напитки в машине и в холодное время года. Вода, сок или газировка при замерзании расширяются и бутылка может лопнуть, устроив беспорядок. После сауны или бассейна вы, наверное, складываете мокрые вещи в сумку. Не забудьте ее в машине. В мокрых тканях быстро размножаются бактерии, которые могут в итоге поселиться в салоне. Не говоря уже о том, что вещи будут испорчены. Постирайте их и повесьте сушиться, как только вернетесь домой. Свежесть дыхания очень важна в дороге. Да, но не держите в салоне жвачку, так как летом она станет липкой и испортит все вокруг. Зимой же она замерзнет, станет безвкусной и начнет представлять угрозу для вашей зубной эмали. Если вам необходимо держать в бардачке что-то мятное, лучше всего выбрать драже. Ваша сумка одна из вещей, которые тоже не стоит оставлять без присмотра в машине. Мы храним в сумках много ценного, например, ключи от дома или кошельки, поэтому лучше не забывать их в салоне, чтобы не привлекать воров. Если вам нужно оставить сумку в машине, положите ее в багажник, там ее хотя бы никто не увидит. Ваш автомобиль это не сейф для документов, особенно финансовых. Если бумаги нужны, унесите их в офис или домой, если нет, уничтожьте. Если ваш автомобиль взломают, бумаги могут раскрыть важную информацию о вашей жизни. Кстати, большинство людей оставляют документы на пассажирском сидении лицевой стороной вверх, и при желании их можно прочитать, даже не вскрывая салон. Восковые мелки помогают развлечь детей в долгих поездках, но лучше забрать их из машины или сложить в герметичную коробку, как только вы прибудете в пункт назначения. Эти художественные принадлежности легко плавятся и могут испачкать сиденья. Если собираетесь купить комнатные растения, распланируйте поездку заранее. Если вы знаете, что не сразу попадете домой, покупайте только крепкие растения. Даже при умеренных температурах нежные растения завянут в салоне в течение часа. Более того, если листья касаются окон, холодное стекло может погубить листву. Не перевозите в багажнике даже крупные растения и не позволяйте им торчать за окном. А если на улице очень холодно, обязательно прогрейте салон заранее. Всегда ездите в обуви, даже если вам предстоит небольшой путь и на улице жарко. Возможно, вам придется резко затормозить и вы окажетесь не в состоянии приложить достаточное усилие босой ногой. Более того, если возникнет экстренная ситуация и вам придется выйти из машины, вы можете повредить ноги или потратить время на то, чтобы надеть обувь. Если вы часто возите с собой велосипед или скутер, берегите их пневматические шины. Те самые, которые наполнены воздухом и нуждаются в насосе. Они тоже входят в список вещей, которые не стоит оставлять в машине в солнечный день. Сильная жара может привести к расширению воздуха внутри шин. Иногда они даже лопаются. Кроме того, высокая температура постепенно портит резину. Опасность может подстерегать вас где угодно. Мошенники становятся все более изощренными в попытках втереться в доверие и перехитрить вас. Они используют такие странные вещи, как конверты в машине и неожиданные предметы на капоте, в надежде провести кого угодно, независимо от возраста и опыта. Давайте посмотрим, какие бывают тревожные сигналы, что делать в таких случаях. Поздний вечер. Вы паркуете машину на стоянке супермаркета, запираете ее и идете за покупками. Вернувшись, вы видите, что кто-то намотал рубашку на один из ваших стеклоочистителей. Не тратьте время на то, чтобы убрать предмет одежды с лобового стекла, если с вами такое произойдет. Вместо этого как можно быстрее садитесь в машину и уезжайте. Найдите хорошо освещенное место, желательно многолюдное, и только после этого останавливайтесь и избавляйтесь от рубашки. Это относительно новый трюк, который преступники используют, чтобы отвлечь внимание одиноких водителей. Естественный порыв избавиться от рубашки или другого крупного куска ткани. Пока вы это делаете, к вам могут покраситься, и кто знает, что произойдет потом. Если у вас с собой пакеты с покупками, лучше не открывать багажник, так как это тоже делает вас уязвимым для грабителей и мешает действовать быстро. Бросьте пакеты в машину и разберите их позже, когда будете в безопасном месте. Вернуться к своей машине, обнаружить внутренний ее конверт может быть жутковато. Вы, безусловно, заперли автомобиль, но кто-то смог проникнуть внутрь. Для начала вспомните об элементарной безопасности и немедленно уезжайте. Затем лучше выбросить конверт, не открывая его. Внутри может быть что-то неприятное. Но предположим, что ваше любопытство взяло верх, и вы все-таки открыли конверт. Вы можете найти сообщение следующего содержания. Уважаемый господин, госпожа, мы проверили систему безопасности вашего автомобиля и сочли ее ненадежной. Как вы видите, ваш автомобиль легко взломать. Мы ожидаем, что вы заплатите нам за это предупреждение, а взамен мы обязательно пришлем кого-нибудь, чтобы помочь вам установить лучшую систему безопасности. Хорошо, что из машины ничего не взяли. Просто выбросьте конверт и не обращайте внимания на сообщение. Если вы заплатите мошенникам, они, скорее всего, продолжат требовать деньги или попытаются сделать что-нибудь похуже. Лучшее, что вы можете предпринять, это обратиться в надежный автосервис, чтобы проверить или заменить свою охранную систему, если вы больше не уверены в ее возможностях. Бутылка с водой на капоте автомобиля признак того, что вы в серьезной опасности. Как и предмет одежды на стеклоочистителях, она призвана отвлечь вас и заставить выйти из машины, но на этот раз ситуация еще хуже. Даже если вы не выйдете, чтобы убрать бутылку или любой другой относительно большой предмет и сразу же поедете домой, вас может поджидать нечто ужасное. Люди, которые поставили бутылку на капот вашей машины, могли установить на нее GPS-трекер, поэтому, отправляясь домой, вы рискуете, что вас отследят. Вам стоит либо найти безопасное место, где много людей и проверить свою машину на наличие трекера, либо сразу же отправиться в ближайшее отделение полиции и попросить сделать это за вас. Когда незнакомец просит вас сфотографировать его и протягивает вам телефон, не спешите брать устройство. Сначала присмотритесь к человеку. Если он выглядит подозрительно или недружелюбно, лучше вежливо отказать в просьбе. Это может быть мошенник. Вам дают телефон, вы включаете камеру и видите, что она сломана. Изображение на фотографии искажено. Вы возвращаете незнакомцу телефон, а он обвиняет вас в том, что вы сломали гаджет. С вас требуют денег, угрожая скандалом. В такой ситуации лучше не паниковать и не поддаваться на провокации. Спокойно уходите, дайте понять, что вы на это не поведетесь. А если незнакомец ведет себя слишком агрессивно, вызывайте полицию. Воры могут прилепить рекламную листовку, газету или наклейку на дверь вашего дома или квартиры. В дверном проеме можно найти клочок бумаги или тонкую полоску от пластиковой бутылки. Если вы долгое время не убираете какой-то из этих предметов, воры понимают, что вас нет дома. Таким образом, воры помечают здания и квартиры, в которые легко проникнуть. В конце концов, взламывать пустую квартиру гораздо безопаснее, поэтому, как только увидите посторонний предмет, немедленно избавьтесь от него. Если на двери в течение одного-двух дней висит листовка, это говорит вору, что дома никого нет. Конечно, это может быть настоящая реклама, но она вам тоже не нужна. Помимо листовок, на двери дома или квартиры могут появиться странные символы, цифры, кресты и так далее. Так взломщики помечают дома, в которые собираются проникнуть. Если увидите такой знак, лучше вызвать полицию. Вы едете домой с работы и вдруг замечаете, что у вас почти закончился бензин. Это странно, ведь вы недавно залили полный бак. Вы отправляетесь на заправку, а потом в автосервис, чтобы проверить, нет ли в баке утечки. Тем временем грабители могут вынести вещи из вашего дома. Они специально слили топливо из машины, чтобы вы поехали на заправку. Они отвлекают вас и выигрывают время, чтобы обчистить ваш дом. Если вы уверены, что недавно заправлялись и бензин у вас слили, позвоните соседям и попросите их понаблюдать за вашим домом или инцидент, чтобы выманить вас из дома. Пожалуйста, не поддавайтесь на это. Если несчастный случай действительно произошел, лучше вызвать спасателей. Также остерегайтесь звонков, когда кто-то звонит вам и молчит. Если они беспокоят вас довольно часто, это может быть признаком того, что ваше жилье стало целью грабителей и они хотят проверить, дома ли вы. Садясь в такси, всегда проверяйте, работает ли счетчик. Если вы сели, а водитель говорит, что счетчик сломан, лучше сразу выйти и вызвать другую машину. Без счетчика с вас могут взять гораздо больше, чем обычно, особенно если вы не местный житель. Ваша машина сломалась посреди автомагистрали и вы вызываете эвакуатор. Но менее чем через 5 минут рядом останавливается эвакуатор и водитель предлагает вам помощь. Лучше всего вежливо отказаться. Конечно, вам придется подождать, но по крайней мере с вас не возьмут лишних денег. Некоторые эвакуаторные компании наживаются на несчастных водителях, застрявших в глуши. Вашу машину могут взять в плен, пока вы не заплатите вдвое больше обычного. Если вы не уверены, что эвакуатор, прибывший на помощь именно тот, который вы вызывали, позвоните в службу еще раз и уточните его автомобильный номер. Выбирая место для парковки, лучше избегать мест рядом с более крупными автомобилями, чем ваш. Такие машины загораживают вам обзор, и вы можете стать мишенью для злоумышленника, который спрячется за фургоном или грузовиком рядом с вашей машиной. Когда вам в следующий раз позвонят от имени банков, вспомните, что сотрудники банка никогда не спрашивают информацию о вашем счете, включая пин-код или одноразовый код, отправленный на телефон. Если кто-то спросит вас об этом, сразу повесьте трубку и позвоните в банк самостоятельно. Воспользуйтесь номером на его сайте. Оплата банковской картой или электронным кошельком через надежный сервис единственный и безопасный способ оплаты в интернете. Если компания просит вас заплатить необычным способом, например, подарочной картой, ваучером или переводом на другую банковскую карту через онлайн банкинг, считайте это явным признаком мошенников. Настоящие компании не заставляют клиентов использовать странные способы оплаты и всегда высылают электронные чеки.